и снова здравствуйте всем привет и так давайте в этом ролике полепим значит виктора из аркейн именно в блендере блендер 3.6 погнали так камеру свет я пока отключу теперь что нам понадобится первое я подключу значит болванку файл импорт опять же тоже болванка которая работал скульптой с альфа 6 так давайте немножко поднимем к верху колесиком приблизим привяжем с это риджем 3d курсору так теперь н панель не знаю как это все сейчас все получится н панель чтоб увидели что я буду нажимать если что я сейчас потом это чуть уменьшим так можно конечно сзади открыть план и подставить сбоку картинки ну давайте сделаем референции значит вытянем окошко сбоку здесь и одно окошко вытянем снизу так или сверху сейчас посмотрим сверху так заходим в эту функцию находим теперь image editor и тут image editor значит здесь колесико можно покрутить верхнюю планку чтобы было видно open открываем картинки референции значит один референс подгружаем и здесь то же самое open desktop второй референс так ну здесь более-менее видно все с этих референсов будем значит лепить и пересмотрим какая у нас сетка вы видите что сетка здесь плотная внизу 121000 полигонов это будет значит здесь для скульпта многовато так давайте все это дело понизим зайдем выберем нашу вот эту болванку зайдем скульпт мод теперь сочетание клавиш shift r так переключилась почему-то так скульпт мод делаем shift r еще раз что-то плоховато это дело включаться в 36 стала так control r понизилась слишком много control z понижается где она это значит ремешер вот 0 0 1 да так и почему не включается значит да так смотрим сетку плотная как shift r здесь почему-то через раз она работает а вот включилась давайте чуть прибавим теперь сделаем control r смотрим что у нас тут получилось видите вообще маловато 5000 полигонов control z control z shift r опять через раз все это да печальная штука в этой версии это фишка чуть-чуть это вот 0 0 655 ну давайте поставим так 965 применим ремешер маловато так если мы поставим сейчас ремешер допустим как он стоял на 1 применим тоже мало ну метод тыка все сейчас получится значит так а ну-ка если 10 не ставится до . 5 тоже не ставится печалка а ну-ка 12 метров оси хреново почему же не работает shift уменьшить может так включила сетка давайте значит ее больше 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 и теперь control r ну так еще куда мне шло пойдет видите какая штукенца в этой версии 316 control r включаем все 24000 полигонов пойдет вот минус да в одной версии значит все хорошо включается в этот в этой через раз так значит имеем вот такого персонажа имеем и болванку и значит что еще нужно сделать так сразу включил боковую панель настройки здесь есть значит сила нажатия потом радиус и тут радиус так понятно тут сила так хенд авто смут в принципе переключение в сцену вот смотрите если view вот это то когда мы будем отводить нашего персонажа то у нас кисточка будет большая приближаем меньше это как вот я люблю скульптис альфа 6 если я поставлю сцену то посмотрите кисточка будет уменьшаться вместе с персонажем тут выбирать вам конечно как это все делать так теперь я хочу поставить свою любимую значит маткап глину так можно вот серый лепить но я в серый плоховато все это дело ощущаю значит вот она красная глина но здесь она чересчур что-то красная но пойдет так теперь еще что ставим дина топа дина топа у нас 12 пикселей я понизу значит это все дело где-то до пяти так теперь кисточка значит drive это типа стандарт drive snap clay и clay speed вот две кисточки которым нужно будет работать так колесико мотаем верху и от радиус и значит сила нажатия так сила нажатия мы теперь уменьшим радиус оставляем такой же так сначала бы еще кисточкой флаты нам поработать тоже здесь сила сейчас отрегулируем так control z поставим значит здесь симметрию что по симметрии лепить мы пробуем значит все это дело почему-то она накидывает как бы массу мне это дело не нравится как смут а ну-ка так это вот смут хорошая но и надо давайте все это дело выгладим платин оказался не флаты нам даем так вот все вот эти обрубовки мы значит выравниваем здесь все что муха сгладим тоже сгладим и как я делал скупте сайфа шестой сгладим ухо смотрим какая тут сетка вообще так а ну-ка английская а не работа ладно значит в таком варианте и будем работать control z главное лишнего ничего не нажимать то что я не знаю а то можно такую как у наверно залезть будет вот вы видите что по сравнению со скупцией сайфа шестой здесь вот грубовато все это дело выглядит не очень как бы сказать приятно а если сейчас повысить полигонаж то будет вообще наверное жесть так для чего я значит динатопа поставил я на тут динатопа динатоп поставил на 5 пикселей чтобы меньше вот эта штука значит полигоны побольше оставляла а то она начинает потом если стоишь побольше то у нее начиная тут больше в квадратах все это дело очень неприятно значит так есть такое дело так смотрим на его фейс лица и первым делом давайте значит попробуем сделать повозные впадины вот нужно чуть плохо что как забрать нельзя сейчас раз накинуть еще полигонаж допустим да это опять же нужно ремешер сетку применять вот есть минус да есть какая-то штука smooth текстуры brush курсоры mask face надо переводить by loose part давайте переведем и за раз почитаем что у нас тут предлагает наш вот это интерфейс так переключимся на русский язык и посмотрим набор так наборы граней набор граней а это не перевернули да догадайся сам ювис м понятно маска уменьшить контраст уменьшить увеличить контраст сжать маску расширить маску и короче все по маске инвертировать маску скульптура раздувание сгладить показать все масштабирование поверхность перенесить так так случайное смещение установить центр смут сгладить бокс это ну короче понятно ну вид нам не нужен ничего значит такого да что помогло бы добавить дивайдов нужно тогда опять на английский и погнали дальше по примитиву будем так что у нас давайте глаза сделаем глаза будем кисточкой от этой как он называется по стандартам да тут все через контур делается печально тоже да привык кальку но ничего так вглубь тоже уходим я буду лепить как впадины делайте побольше всегда потому что когда вы будете веке делать вам сетку переделать бывает такое что сетка поменьше и эти впадины как бы что есть что нет да так есть такое дело теперь значит кисточка фанк ну вот эту давай так что она делает клавиша cdc а ну ка это вот это пойдет уже типа клэда форекс уменьшим силу и будем на мелких таких движухах накидывать всю эту массу так теперь значит ее добавляем что еще можно сделать здесь значит через control делаем вмятина так теперь корректируем нос так шифтом опять же кое-где здесь есть кисточка как она называется так вот кайзер тоже ее поменьше попробуем типа как скульптус альфа шестой рисовалка вот это как она называть забыл так ну видите сильно толстый нужно его значит кисточкой скульптус скульптус вот это попробуем не очень она мне нравится а ну-ка это проспект побольше значит интенсивности попробуем утонщить вот здесь вот носом вот так теперь что нам понадобится нам тянучка понадобится и вот это попробую тогда вот таким вот образом значит уменьшить что у нас тут еще так маленькая у него вот эта часть тут шифтом да выглазу что у него с носом нос у него так припущен вниз ноздри чуть вдаль бугорок у него тут здесь у него опущен сапатка переносится чуть-чуть уменьшить тоже нос чуть-чуть побольше на нас побольше вытягиваем есть такое делаем вроде бы попал наверно еще потом цена так теперь что у него у него значит сразу намечаем губы интенсивность кисточки стандарт тогда мы понизим накидаем здесь вот эту вот массу ну и так это у нас еще получается что под носом дал здесь она поменьше у него губы опустим и теперь еще раз накидаем нижнюю губу у него губы тонкие вот так и значит теперь шифтом многовато снимает значит вот эту шифт и кидаем ему подбородок теперь все это дело корректируем вот по нижнему значит так вот скажем переференцию да вдавливаем где-то так губы вот эту нижнюю часть значит выводим можно губы чуть-чуть еще припустить ну где-то так единицы на нампаде и смотрим видите насколько здесь увеличена наверно стоит этот перспектива или как ее называть ну ничего мы так кисточку сделаем побольше и вот это все во мнем так голова у него чуть тоже вмятая теперь что у него тонкая шея тоже поменьше сделаем он такой как дистрофичный товарищ так чуть-чуть опустим плечи пониже уменьшим еще раз шею так ну вроде что-то напоминает это когда так теперь наверно еще шею потом все сделаем так теперь нужно накидывать значит вот эту массу значит боковую вот эту как она все погнали накидываем больше сглаживает чем накидывает так а ну-ка вот эту кисточку кисточку стандарт берем проводим так вот и полосу тут отделяем нашу скулу вот как я шестом выгладываем так теперь что у него нужен нам значит нужно нам кисточка вот это резко мы ее значит тоже на мин на минимум ставим и вот так вот подрезать к его делаем шептом выгладываем так что у него еще у него большие значит вот эти пазы значит перед глазами тоже припускаем кисточкой стандарт нарабатывать верхнюю вот эту часть до глаза там подводим тут шептом выглаживаем входим шептом так что еще чтобы точно попал да это значит move и увеличиваем вот эти вот наша рот у него вот эти части сейчас покажу вот эту часть значит вытягиваем вперед так теперь скулы тоже поровне надрезку сделаем губам так на еще попривыкнуть где это все находится и он на маленьких оборотах нужно так значит получается теперь нам кисточка нужно так апдейт дэм так апдейт дэм тоже че-то так и вот эту часть все нужно под углом значит выгладить дэм так 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 да здесь плоховато видно вот эту часть и так все это дело происходит а ну-ка если маткап может поменять только как серый ну сером наверно будет поприятнее но эти переходы плохо видно вот эти поэтому ctrl z и назад я лучше опять в глину надо просто подыскать маткап вот этот нормальный так теперь что у нас уплотняем значит луп делаем вот эти вот полосы так ух ты интенсивность поменьше вот плохо что здесь постоянно нужно в напряге лепить то за тем не доглядел то за этим так и добавим значит нашим вот эти так ctrl z получается у него скулы должны быть вытянуты это уберем значит вот эти под этим ракурсом уже совсем другой персонаж это уже тоже мне неинтересно такая штука так скулы выводим и нижнюю часть тоже подтягиваем так единица на нампаде f английская увеличим кисточку так ухи уменьшаем голову чуть-чуть уменьшаем и наверное чуть-чуть ее вытянем вот так вниз чуть-чуть подтянем тянем теперь по носу по носу у нас значит это нос чуть побольше так верхние дуги глаза чуть повыше скулы тоже чуть-чуть поострее вдавливаем еще больше значит вот эту часть так и значит что у него там очень вот так наверное так кисточку стандарт так теперь по ушам через контур давайте ухо вдавим чуть-чуть чуть-чуть выгладим через шифр и значит добавим мочку ухо так и верхнюю часть тоже добавим так теперь попробуем резко и значит какая кисточка опять я ее потерял вот она так 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 стандарт еще вот эту не переключилась мышка да набросаем вот эту часть через контур значит делаем тут впадину ушную ну в принципе ухо вроде бы похоже так тройка на нампаде но ухо у него все-таки на побольше будет а ну-ка так делаем ухо побольше и ухо у него как бы наверно счет вот так глубоку ходит а та часть передавлено единицам напали ну в принципе его уши на этот так мочки у него поменьше уходят ухо само вдавленное есть такое дело так теперь по губам губы у него чуть чуть вниз так в принципе размер я поймал так теперь эта скула еще вперед должна выйти вот в том чуть чуть тут выводим так теперь сразу давайте ему шею порежем так здесь вот полосу от собачьим и чуть чуть не значит о натянем добавим кисточкой стандарту опа мышкой не хочется даже мать может потому что я пишу еще ролик так есть такой вот мышца здесь через alt а через control делаем впадину тут тоже впадину ну в принципе еще добавим кадык через alt чуть чуть тут полминаем так видите кисточка которая вот это все нормально гладит да под углом выравниваем значит наши губы смотрим что получилось но в принципе нормально так теперь значит кисточка стандарт через так через control да опять не хочет ли не дожимаю так есть такое дело теперь нам нужно поработать немного с ноздрями тут прям побольше наверное интенсивность нужно поставить в голову чтобы она прям убирала туда ее видите как интересно делает уходы эти да а хотелось бы сделать не так ну ладно так теперь опять же проходим выглаживаем тут тоже это выглаживает что пропадают все линии так а ну ка многовато так это как бы дорабатывать добавляет что ли они выглаживает тоже да control net стандарт тогда поменьше так 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 теперь все выглаживаем тут вот эту штуку так что то вроде он а вроде бы не он да давайте добавим снизу маски на подбородок сделаем чуть-чуть переход на скулу добавим полосу здесь вот по черепушке и значит все это дело так выгладим вот так вот так немножко снизу сгладим шифтом так нижней губой тоже давайте вот здесь я плюс не подровняем по подбородку тоже такая же ступенка так 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 губа значит чуть на взбирь идет нижняя чуть чуть поменьше уходит подбородок тогда тройка на нампаде чуть повыше заднюю шкулу чуть-чуть значит тоже поближе так счет его не вижу вообще персонаж который вот я здесь его не чувствую вроде бы и правильно все делается на другое восприятие значит вот этого персонажа нос у него тут побольше здесь чуть поменьше переносится и значит он не острый нос у него давайте маски чуть-чуть на кидаем и сыртом выгладим ну-ка попробую авто без добавим тяжести а ну-ка 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 так давайте добавим тервейки можно добавить этим нашим дай ну как примитивом я буду как скульптинг со шестой добавлять значит здесь я дорисовываю объемами смотрим века нарисовалась ну и то же самое давайте сделаем верхнем поменьше поменьше будем это все дело потихоньку сейчас вот я накидаю это если под анимацию если не под анимацию то в принципе у него тут века прям скрыто верхние раз гладим шифтом так единица нам поди и нужно но опять же присут это теперь закидываю сюда вот массу так знаете тут фишка в чем что от переносицы тут чуть подальше должно быть должны продолжать и быть подальше так фон колбас доступны не переключается не так окно съем учетов прям большой за собачу моздри тоже чуть-чуть подправим вовнутрь как здесь у него губа мелкая буду тонкий так и вот здесь вот тоже чуть уменьшаем по идее тут еще чуть-чуть под надуть бы надо снизу теперь выводим вообще персонажа не вижу не слышу вот раз и он уже тут он перспективе а тут он уже другом внешне видит и так ну в принципе что персонаж вот готов нужно теперь значит кисточку стандарт f поменьше сделать через контрол тут немножко до оформить этот глаз века теперь нужно значит кисточку вот этим сгладить побольше верхнюю часть тоже так раз так и сколько сейчас сто восемь тысяч полигонов вот у меня сейчас а было тридцать четыре рейди нормал 47 пикселей стоит вот кисточка рисует 47 пикселей даем так это тоже 47 все они работают по 47 а в генотопа я поставил 5 пикселей это получается тут если я сейчас поставлю 12 пикселей а ну-ка как это все дело будет рисовать да 66 а ну-ка 6 пикселей а это кисточка радиус ехана валет значит все нормально 85 пикселей да вот эту часть еще побольше сгладится в том сюда на заворот и до кисточкой стандарт драйв даем здесь через control чуть-чуть наметим вот эту губу губу вот так да и тогда получается что мов кисточка и вот эту часть еще нужно поддавить вовнутрь вот так вот и все в том все это делать смягчить так и чуть-чуть значит кисточкой фанг вот этот мягонько так добавим теперь работаем мов нижнюю часть еще добавляем а эту верхнюю еще прям побольше увести так теперь кисточка стандарт тоже отбиваем и все в том тут все выгладим так что-то тут не с ним не так да и вот то с ним тут колой вот так наверное да так нос 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 без control лучше тогда вот эти музыку ладить да он не будет приплющенный тут ну чё так лепить можно но я не вижу модель я не вижу персонажа я вижу да я вот вылепил вроде бы да вроде бы все тоже самое да вот губы тут значит у него тут подбородок вот понятно что все это понятно как верхняя часть все здесь сглаживается все нормальненько все впадина значит перед носом у него есть сглаживается есть вечно Возможно, давайте, возможно, нос еще вниз его так подтянуть. Он сильно как бы нагрузил, на этого, на орлиный похож, да? Так, теперь лоб. Ну, возможно, чуть вмять. Так, где-то что-то тут. Черепушку, возможно, заднюю тоже чуть-чуть уменьшить. Строение черепа, да? Шея. Так, возможно, и шея у него толстая, он такой болящий в этом мульфине, да? Так, это значит, сейчас идет в центру. Так, челюсти, скулы. Вроде бы он. Вроде бы как бы он. Но теперь раскраска покажет, вообще, похож он или нет. Так, если вдруг будет не похож, я его тогда скульптой с альфа-шестой переделаю. Так, здесь вот тоже. Скидновато, я вот здесь вот разогнался. Так. Ну, и возможно, возможно, да? Чуть-чуть все-таки шкулы вывернуть. Так, и начать они опущены. Ну, я их чуть-чуть приподниму вот так вот. Раз, и уведу чуть вглубь. Шифтом и гладить. О, поменьше, значит, вглубь будут идти. Вперед чуть-чуть мяса выдвинем. Так, вот эту часть тоже чуть-чуть вниз. Переносится, поднять. Глаза у него больные и печальные. Продолжение следует... Вот теперь вопрос, похож ли он или не похож. Так. Спасибо. 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 ... так и тут наверно еще все-таки сгулажу на подбородок на всю эту штуку и значит добавлю еще массу сюда заворотом к сервисе вот так наверно будет более похоже так что у него с подбородком тоже загладим подбородок у него чуть-чуть квадратный ты что-то не переключайся вот таким вот образом да и вот делать это губные впадины чуть-чуть надо задрать кверху их как нос чуть-чуть значит увести вглубь ноздри немножко как бы вперед что ли и чуть-чуть нос плюс напитать вот раз тогда тут еще потоньше переход вот этот так ну по идее он да сейчас будет и украсить что у нас тут получается так это получается у нас набрасывает да массу почему-то потому что так это визуализация эксперта ну-ка вот эту поставим это вообще не работает как прибавляет почему-то массой ну-ка вот эту что тут стоит а вот минус это плюс я сейчас минус поставлю чем это будет не делать она минус дает мне плюс почему потому что она должна выдавливать я и ставлю на выдавливание так ну вроде бы вроде бы гладкий получился вроде бы нормально без таких сильных значит катастрофичных значит этих внешних видов 153 тысяч полигонов а это что тут такое вот shift уже что-то не хочет работать а ну-ка на кисточке стандарт появилось две каких-то шишки вот это уже многовато так ну зато в принципе ладно я подправлю а ну-ка клавиша ты а это клавиша клавиша ты а ну-ка и значит получается у меня персонаж но он должен что он должен он должен еще вот эта вот часть f поменьше почему они не наращивать а здесь вот выглядит так как будто он массу наращивает он не просто выравнивает вот тоже внешний вид как обманчивая модель получилось в принципе что гладкая да я думал будет ужаснее все это дело по моему на массу накидывает не а ну да вот плюс ну-ка что-то она вообще на плюсе вообще ничего не делает в минус какое чувство она набрасывает не массы а ну-ка они все нормально обманка так ну что теперь давайте попробуем еще это дело покрасить и посмотрим насколько это значит здесь попал я на вот этого персонажа насколько он будет адекватно выглядели д так сейчас сохранюсь сначала это заходим куда мы заходим как не понял где как у меня так а куда у меня попал обжиг муд 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 так теперь файл с это значит будет у нас виктор виктор так теперь вот эти как закрывать боковые да выбираем наш вот эту главную часть и теперь закрываем закрываем тянем на те части которые были открыты и закрываем окна так теперь заходим какой тут матка поставить такой заходим в текстуру paint находим новую текстуру base color открываем создаем так теперь заходим в текстуру закидываем новую так где она тут open так вот у меня нету значит этого прямого да сейчас поищу так ну ладненько так подключаем open что у меня тут есть вот этого с рабочего листа их него дам так теперь что у нас теперь нужно найти текстуры и здесь поставить значит stencil вот он появилась значит окошко правой кнопкой мыши переводим shift правая кнопка мыши увеличиваем теперь значит теперь делаем увеличение так 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 опа что-то это какая-то лаза ну ладно я тогда немного немного по обманке да так а чё ж она красит так что тут у нас текстуры текстуры ну вот как он попадает в принципе да почему-то не красит а ну-ка студия что-то не хочет красить а ну-ка так шейдинги все вроде подключено лаяут так текстура включена брас кисточки все тут брас так тут фишка в чем значит да надо включить сделать ему UV развертку английская а делаем UV smart UV окей все вот она есть теперь значит заходим в текстуры пейнт о теперь будет красить ох как тяжело красит 144 тысячи полигонов вот а здесь вы видите что здесь картинка попала да вот это старая значит ну как другой персонаж да знаете все попало и по шее и по рубашке попало чуть-чуть это не парк до глаза попали десы брови попали веке попали внизу что глаз но это уже не проблема да так теперь заходим текстуры отключим текстуру и попробуем что у нас тут сделаем значит без так что тут все подвис глухарь угу все подвис глухарь 144 тысячи полигонов он красит. Вот этот Виктор, которого я вылепил здесь. Вы увидите, что текстура к нему прям подошла по размеру. А ну-ка, если сейчас мы что сделаем? Зайдем в скульпт-мод, shift-r переключается на object-mod опять. Что за фигня? Shift-r на object-mod уходит. А, подождите. Выбрать на персонажа, скульпт-мод, shift-r и он опять на object-mod меня выкидывает. Версия 3.6. Мама не горюй, сколько тут всего этакого неправильного, да? Так, тогда, а как же? Так, а если теперь понизить полигонаж, а ну-ка, зайдем в object-mod, зайдем в модификаторы, найдем decimate, найдем UV subdivide. Что-то плоховато он тут понижает, это шельдец какой-то. Ладно, зайдем в скульпт-мод, единица на мпаде, найдем remesher, мы опять сделаем remesher. 24000 полигонов, текстура, конечно, пропала, теперь нужно, значит, наверное, опять зайти и сделать, а не текстура присутствует, раскрасим на мкан-а, новый смарт-юв-окей, layout, так, теперь зайдем опять же в текстуры paint, дефолтная, найдем новую, значит, эту, так, здесь, значит, зайдем, поставим stencil, стоит stencil, да, правая кнопка мыши подгоняем, ставим, так, здесь пр Engдевев ice, значит, пиши, может бытьéré тогда вот теперь чуть-чуть не подошла да а ну-ка зайдем теперь сделаем control z зайдем и попробуем значит какую тоже вот эту штуку привязать set origin 3d диаметрии чуть-чуть плюс ну значит зайти значит текстуры paint опять же подключим сюда значит текстурку так текстуру отключаем смотрим что у нас получилось так что-то она красить не хочет тельпаний так значит заходим сюда и здесь чё у нас тут текстура отключена все нормально вот она тельпаний красить не хочет какой-то геморрой однако так здесь что у нас отключена а вот все теперь полностью отключительно было с английская смотрим что у нас тут получается с персонажем и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь текстура... Текстура значит импорт... Находим нашего вот этого... Товарища... Теперь текстура... Подключаем ее... Смотрим... Так... Вот она у нас... Ставим ему прозрачность... З-отключаем... Значит глаз... Подтягиваем сюда... Теперь Z-отключаем... И значит... Увеличиваем... Подгоняем... Подставляем... Переключаем кисточку стандарт на покраску... Материал на белый... Так... И что мы видим... То, что у меня низ попадает... Вот он... А глаз у меня... Выше... Ну... Шекзет... А ну-ка... Теперь еще одну текстурку... Подставим... А ну-ка... И импорт... Вот их... Вот эту... Стандартную... По этому персонажу... Так... Теперь... Мы вот эту... Картинку... Выберем... Подставим... К нашему... Вот этому... Персу... Зет... И получается... Если сейчас мы... Транспоз... Выберем... И чуть-чуть... Бушку... Сдавим... Шекзет... Вот... Что-то он какой-то... Сплюсленный... У него... Лицо... По идее... Вытянутое... Так... Вот мы его сейчас... Красим... Он тут у нас... Покрасенный... А ну-ка... С ушами... Разберемся... Подбородок... Сделаем... Геометрии... Модифика... Положи... Миро... Энтвэл... Шеф-зет... Получился у нас... Значит... Тут такой вот... Персонаж... А ну-ка... Так... А если мы его сейчас... Опять растянем... Вот так он больше на Виктора похож... Он худощавый... Вот так он мне больше нравится... Что он похож... Да... Теперь значит С... Выбираем цвет... Уменьшаем... Значит... Давайте его сначала... Иксиметрия... И вот это все дело... Покрасим вот так вот... По-моему... Вот это Виктор больше похож... Вот таким вот образом... Да... Чем он сплюснутый будет... Шеф-зет... А ну-ка... Уменьшим чуть-чуть... Все это дело... Так... Чуть прибавим... Подгадаем наш глаз... З-ет отключим... И чуть-чуть... Прорисуем... Теперь З-ет... Опустим чуть рот... Прорисуем... Прорисуем... Челюсть... Вот так он... Вроде бы... Похож... Так... Так... Теперь Ц... Уменьшим... И чуть-чуть еще... Уберем вот эти блестки... З-ет... Что у него тут еще... Так... Вот этого я пока уменьшу... Уберу в бок... Давайте попробуем с этим поработать... Так... Перевернем картинку... Подгадаем... Теперь... З-ет... Картинку можно перекрутить... Подставим к нашему персонажу... И теперь... Давайте тут его покрасим... Здесь цвета вроде поприкольнее будет... Так... Теперь... Значит... Рот... Так... И... Значит... Теперь лоб... Вот... Здесь у него... Взгляд... Значит... Болящий... Значит... Теперь мы его аккуратненько доработаем... Так... Докрасим глаза... Что они красноватые... Потом... Что у него... Значит... Лоб... Выберем цвет какой-нибудь... С... Интенсивность... Побольше... Листочку... Побольше... И... Все это дело... Подкрасим... Вот... Здесь цвета уже... Более такие... Правильные... Все-таки... С мультфильма... Да? Вот... Вот... И... Теперь... С... Ctrl... Z... Слишком ярко... Вот... Чуть-чуть так... Ухо тоже... Подтянем чуть... Так... Горло... Чуть-чуть тоже... Наведем тут... Тонадо... Теперь... Выберем... Какой цвет сверху... Так... Губы... С... Угу... Угу... И... Добавим... Моф... Так... Моф топор... Вот... Вот... Эту ямку... чуть-чуть губы по челюсти разгоним где-то шифтом еще чуть-чуть тут выглаживаем чтобы резких переходов не было так control z отключим текстурку и вот теперь здесь вот выглаживаемся смягчаем чтобы не было ни ям ничего такого ну если присутствует конечно да резких линий чтоб короче него и включаем нашу текстуру вот и в мофта позже это какая-то шишка у неё на башка так ну я думаю вот этот вариант более такой на него похож потому что значит что-то тот сплюснутый мне не очень нравится так это побольше ставим давайте где-то c в глазах там темненьким пройдем так теперь c покрасней сделаем глаза все таки человек болеет как c чуть-чуть уберем блестки где-то выберем по мягче цвет чуть-чуть начать все это дело расслабим так вот так это вот первый вариант да теперь сделаем дубликат верхний отключим а на нижний давать и как он плюснутый типа как он должен быть дай ну тоже неплохо так теперь бы ему еще волос бы добавить нсд сегодня там с волосом как на волос это долго песня да значит один вариант плюс ну ты один вариант значит вот такой так в принципе что нормально так значит теперь ctrl z выбираем как нижний этот вариант и смотрим теперь шизет одну текстуру уберем нижнюю подставим вот эту так так он еще хочет чтоб я его так растянул так так а ну ка попал в принципе он а ну-ка сичем мог по поводу так уж и поменьше челюсть тоже увести по моему этот худой больше на него похож чем вот если по реверсу вот этому сейчас делать шея попала все попало все нормально а ну-ка попробуем еще такой вариант ну тоже в принципе неплохо да control z вот эти волосы добавить то уже будет понятно да так а ну-ка если я сейчас мог на поладжи и попробую щаску ему оттянуть еще сделать его похудей челюсти чуть-чуть подправить ну в принципе чё вот и разные виды значит в трех программах ну такая штука значит да все всем пока до свидания